Привет, друг! С тобой Иван, мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA V, всё как всегда. И сегодня вместе с вами будем продавать мой X5M и покупать мне новую тачку. А купил я тачку совсем не ту, которую хотел, во-первых, и вообще не тем способом. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Знаешь что, начнём мы с того, что я решил продать свой X5, ведь у меня денег стало достаточно много. И, как бы, покупать бизнес я хотел сначала, а потом посмотрел, что они вообще по оверпрайсу стоят, и что-то я передумал. Вот, и захотел купить себе, наконец-то, нормальную тачку, а дома будем покупать, скорее всего, в следующей серии. Продал я X5, вот это, вернее, выставил, а продал за 4 ляма, что-то я его очень долго продавал, как ни странно. Пошёл покупать новую тачку, как это было, можете смотреть дальше. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. 7 минут, не хочу, не хочу, не хочу перебить. Перебейте, перебейте. Знаешь что, пацаны, залетаем на аукцион. Мои ставки. Аудио R8 V10, ММР 319, 27, 8600 пробега, 0 комментариев. Алекс Платинов. А, как бы, торговался я, торговался. Я зашёл, она стояла где-то часа 4 назад за 6, его купали, потом за 7, я поставил 7. Ещё какой-то Егор начал перебивать, либо мне цены набивать, либо себе цены набивать. Вот, либо я ему цены набивать. И, как бы, 8400 остановились, хотя могли остановиться на 7400, если он бы не пришёл. И я прикупил Ауди Р8. Зачем я сюда, блядь, вообще сел в эту вандуру? Мне, знаете что, очень смущает, что за неё никто не боролся, ведь стоит она новая 9800. Не самая удачная тачка, как бы, по максималке, да. Но за ней никто не боролся, хотя цена буквально даже в полтора ляма дешевле. Ауди Р8 В10. Я надеюсь, что там есть щип, и она хотя бы фатешная. Так, внешка, это стандартные диски, да? Хотя бы тонировка есть за 5000, это радует. Не, ну тачка просто Тони Старка, реально. Выглядит охеренно, я надеюсь, здесь щип есть. Если здесь нету щипа, мне же так бомбанёт просто. Кстати, давайте посмотрим на владельца, жесть, можно вот так посмотреть. А, подожди, F3. Показать ПТС. 5,9 литров, объём 550 лошадей, тайп двигателя. Стандарт Евро 5. Блин, жалко, что пробег просто некорректно отображается. Вот это обидно, прям реально. Я боюсь ехать, пацаны, я прям пиздец, я боюсь ехать. Ну, салон это чисто аудюшный, да. Я капец, как я боюсь нажимать на кнопку W, потому что здесь столько может стоить этот ФТ. Что капец, ну ладно, я не буду томить. Блядь, нет. Сначала, как она начала цепляться, мне показалось, что она стоковая. Но, уже видно, что её носит, из-за этого и не берут, это во-первых. Во-вторых, она всё-таки ФТшная, а может и нет. Просто не подведи меня, а. Не подведи. Либо у неё ускорение настолько херово, и она настолько херово не цепляется. Либо у неё нет ФТ. Нет, она ФТшная. Чип новый, это не старый чип. Да, а как я это вижу по этим, по крайним критериям. Если здесь больше, чем здесь доступно, значит это старый чип. R8 стоит 9,5, 9,8. F90 9,8 стоит. Короче, чё, он мне написал ключ-в-ключ, и теперь говорит лямбдп. Ну, короче, перекупы ебаные, вот. Я поехал искать дальше чип, и, если честно, он мне предложил его приняться в ключ-в-ключ. Но я просто посмотрел, насколько она эксклюзивно выглядит по сравнению с другими тачками. Насколько она, ну, блядь, суперкар, реально. Я сейчас вам покажу чип. Охуенный чип. Вот, можете сразу брать его. Вот так он выглядит. Вот так, назад. Тормозная система. Вот. Вы видели, как она не ехала просто, и как сейчас она дико повалила, реально. Типа, вообще балдёж. И вот подвеска последняя. Вот. Всё, пацаны, я не хочу её продавать. Вот реально, я так посмотрел, ну, типа, F90 уже вот это всё приелось. Да, может, она там едет, все дела. Но... И управляется, кстати. Потому что в реальной жизни R8 это 20% на передний привод и 80% на задний привод. Как бы это и есть полноприводный, но распределение именно момента такое. И поэтому она здесь тоже, как бы, дрифтит. Может, F90 устойчивее, но это поэксклюзивнее. Тем более, F90 это не договорил. Она приелась, она везде есть. А вот R8, старая, V10. Конечно, в жизни она капец какая ненадёжная. Ну, смотря на каком районе, да, хотел сказать, моторе. Но это точно ненадёжная. Можно сюда колпачки Audi, будет вообще шокос. А, у меня, получается, диски за 100 тысяч стоят. Они не стоковые, во-первых. Блин, сток. Не, ну они сюда... Не, не буду ставить диски. Ну, как всегда, я вон купил тачку. Вот, и ничего и не тюнит. То, что я сейчас понял, что она вообще не тормозит. Поехали, короче, внешний тюнинг. Возможно, мы сейчас кинем на неё другой цвет. Ну, если... Возможно, но это вряд ли реально. Потому что в белом она настолько симпатно просто смотрится. И, возможно, посмотрим, может, есть на неё какой-то внешний тюнинг. Хотя мне какое-то чувство седьмое, девятое, восьмое подсказывает, что там ни хера нет. А ещё подсказывает, что я сейчас сдохну, если не пристегнусь. Стать, желание есть? Чего? Стать, нет желания. Давай. Чё, пацаны, продвигаем гонки сосмотри сюда, под мостом. Так, вырвался. Вырвался, 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 вырвался. И всё. И до побачення просто. До побачення. Максималка. Максималка у нас одинаковая. Но для меня я всё время был впереди, не знаю. Для меня тоже. А сколько у тебя до сих пор? Кстати, даже не мерил, только купил. Так, пацаны, я не хотел это делать. Так, Рейс Лоджик. Раз. Оп, 1.1. 1.6. Чё-то в этот раз не поехало. Чё-то в этот раз не поехало. 1.2. Вот сейчас он впереди. Вот реально прям по ровну едем. О, в конце начал обгонять. Неловко вышло. Так, давай, третий. Оп, 1.1. Улетел. Он в буксе просто. По-моему, с кореньями бешеная. 1.6. 4.4. Да, 200-300 одинаковая. Вот. А 100-200 тоже плюс-минус. 0-100. 1.1. 1.1. 1, кстати, не видел. Чё-то она не поехала вообще. 1.5, кстати. 200-300. 2.4.3. Лучшие показатели, короче. Но 1.1. 1.0 не могу сделать. Конечно, это всё зависит ещё от характеристики компа. Типа, если бы мощнее был, мне кажется, он бы быстрее прорисовывал, не подфризивал. Ну, хотя, мне кажется, это уже... Он, короче, если бы не притормозил, он меня бы ещё не догнал. Мы подъезжаем к чунингу. Я 100% знаю, что на неё чунинга нет. Ведь бы все ездили. О, ещё одна R8. Серьёзно? Подожди, я раньше вообще R8 не видел на сервере, а сейчас уже вторая ездит. В таком мятовом цвете, я не так понимаю, друзья, или что. Короче, чунинга на неё нет. Это 100%, но я заеду проверю, да. К сожалению, нет. Я бы хотел такую большую лавку. Ладно, шучу, не хочу. Ещё классно оно в чёрном цвете смотрится. Вообще по-богатому. Но тогда теряется весь контраст, как бы, вот этих всех чёрных деталей. Но, как бы, они, да, они карбоновые, матовые. Можно починить? Нельзя починить. Ну, вот так вообще бешено смотрится. Вообще по-богатому. Так-то тоже получше. Хотя так вот прям, ну, прям идеал. Можно ещё красную сделать, такую вишнёвую. Можно ещё сделать жёлтую. Жёлтую. Это уже ламборгини галларда попахивает, реально. Синяя. Кстати, голубая тоже топ. Хотя синяя, это более подойдёт к новому поколению. Это, это, ну, лично для меня это белый цвет, больше никакой. Тонировка на 60. Надо на сотку как-то. Хотя сотка. Не, давай сотку. Чё? Белый металлик. А если чёрный металлик? А, это обода. Не, белый металлик. Вот кто продавал, вот прям он на стиле сделал. Вайпушка вообще. Полноприводный дрифт. Да. Не особо реалистично, конечно. Ну да ладно. Ам. Вы тоже это видите, да? Пацан-то опахается. Ну, все сиди, чё. В принципе, пацаны, это всё. Вот такой туда свыше. Вот такую мы аудюху прикупили. Купили за 8 миллионов 450 тысяч. Что на 950 тысяч дешевле автосалона. Фанна-фэтошная на дисках. Ну, ещё ММР хотя бы плюс-минус нормальные буквы. Едет вроде норм, но не управляется жёстко. Конечно, я не хотел покупать Р8. Я хотел покупать F90, потому что она стоит плюс-минус те же бабки. Но едет на 5 километров быстрее. Как мне сказал только что пацан, что на старом чипе она едет вообще 0.7-0.8 до 100. А на ауди я пока что разогнался только 1.1. Но зато это эксклюзив, это суперкар, который выделяется с толпы. Не то, что вот эти ваши всякие пятёрки и ешки. Называется, хотел купить бизнес, а купил себе Р8. Ну, а на этом всё. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Если это так, нажми на лайкос. Помоги продвинуть этот ролик в топ. Напиши в комментариях, как тебе Р8. И чтобы ты взял ГТР, Р8, Ф90, либо Ешку. И недаром я взял всё-таки быструю тачку. Потому что в следующем видосе мы поедем работать на одну интересную работу. Про которую я узнал, собственно, недавно. Хотя она уже на сервере очень давно. Давайте, если этот ролик наберёт 50 лайков, то следующая серия выходит сразу же на следующий день. Добавим вам немножко мотивации. Также не забывай подписываться на канал. Здесь выходит очень много интересного, полезного и смешного контента. Наша цель 3,5 тысячи подписчиков к Новому году. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Иван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok